Вот сейчас как раз шло обсуждение Таурус. Решение практически принято. И по заявленным цифрам 500 километров, но на самом деле потенциал Тауруса несколько иной, до 750, плюс возможность расширения потенциала топливных баков, это еще 15%, и итого мы получаем 900 километров. Ну, очевидно, они не собираются бить по территории Российской Федерации, но это в самом деле самая настоящая Третья мировая ядерная война. Ну, то есть бить они, скорее всего, будут по Крыму, а судя по кадрам, которые мы все чаще получаем, бить они будут по Крымскому мосту. То есть я это даже вот, это еще раз повторю, это достойно смакования, как 50-летний Глен Фаркласс. По территории России они, то есть мы, немецкими крылатыми ракетами бить не будут, а вот по Крыму будут. То есть Скобеева своим вот этим вот словообрезающим мышечным кольцом, который у него вместо рта, разделила понятие Крым и территория России. Браво! Чудны дела твои, господи. И это, кстати, еще только начало, это пока неосознанно, это подсознание вырывается наружу, подсознание, в котором все они прекрасно знают, и чей Крым, и кто начал войну, и как она идет. И то, что Россия даже для них неожиданно оказалась далеко не такой сильной и всемогущей, как они себе искренне представляли. Вот можно даже сказать, совсем не такой всемогущей. И сознание совершенно искренне пытается этому сопротивляться. Вопросы какие-то дурацкие задает. — Приезжает министр обороны Великобритании в Киев в тот момент, когда идет атака на Крымский мост. Зачем? Чтобы мы не ответили? А почему мы не отвечаем? — Не знаю. — Почему мы в тот же момент не наносим ракетно-бомбовый удар по Киеву, по тем, в частности, объектам, где может находиться министр обороны Великобритании? — Совершенно справедливо. — Ясно, что британцы за этим стоят. Каждый раз мы говорим, что перед тем, как идет ракетная атака на Крымский мост, торчат их беспилотники, которые передают информацию, которые снимают, что почему мы их не сбиваем. — Ну вот, вопросы риторические. — Так и что? Что не ударили? Что произошло? Только вот не надо затягивать эту печальную шарманку о том, что вы не такие. Вы так радовались ударом по ТЭЦ, так смаковали свои фантазии о замерзающих украинцах, так хлопали в ладоши после каждого ракетного удара по жилым домам, по театрам, что никаких сомнений в том, что вы именно такие, ни у кого в мире больше нет. Так что же не ударили-то, а? И это не только у меня такой вопрос. Вон, среброкудрый эльф тоже интересуется. — Владимир Рудольфович, это вот еще следующий момент, который я хотел просто, еще ритуально просто сказать, о чем все время говорю. Ну вот наш Крымский мост уже стал, так сказать, ну совершенно нормальной целью, обстреливаемой чуть ли не ежедневно. Да, наше ПВО хорошо работает, так сказать, не долетает, сбивается, сажается. Надводный дрон прорвался, я думаю, меры будут приняты, но тем не менее. Ну почему не ответить? Ну всего-то 10 целей, 2 моста в Карпатах, 4 железнодорожных моста через Днепр и 5 локомотивных депо на территории, так сказать, Западной Украины. Ну хотя бы, ну 2-3, поразите, ну просто не для того, чтобы, так сказать, прекратить поставки, хотя и для этого тоже. Ну просто продемонстрируйте, что мы тоже можем и что для нас тоже нет этих табу. Они считают, что для них табу никаких нет. Давайте все-таки покажем. Потому что не можете. Подло шепчет подсознание. Потому что не попадаете. А еще потому что бесполезно. Мосты строились еще при СССР, а не Ротенбергами. И рассчитанные эти мосты были на вот именно такие удары. И вы это знаете. А еще потому что ПВО украинское работает. И работает отлично. Наверняка вот тому же Соловьеву его конфиденты из Минобороны РФ за рюмочкой шотландской запрещенки рассказывают, мол, да задрал ты, Рудольфович, мы бьем, бьем мы. Оно не долетает. Хохлы сбивают. А сколько ракет падает, потому что криво собрали. Не береги душу. Наливай лучше. Но об этом говорить в эфире не надо. Да чего же я. Первый день в шоу-бизнесе. Отвечает Соловьев своим друзьям из Министерства обороны РФ. И после этого едет в студию. Работать по специальности. То есть устраивать шоу-бизнес. И в этом смысле мы должны действовать в том ключе. Не надо вот так махать. А я так. Мы марсисты на деле. Я вот так действую. Потому что ты вот, например, показал. А я бы кулаком. Ливию, Польшу, Афганистан. А я тебе по каждой стране приведу. Правильно. По Ливии мы были против. Категорически коммунисты были против. А почему не надо кулаком? Как раз надо кулаком. Вот так вот хватает. Я сам выступал по Ливии. А больше я даже всеми выступал. Говорил, где наши замученные красногвардейцы, о которых вы не хотите повиниться и извиниться. А все пытается нам катыни. А Афганистан. Чуть было не создали в России натовскую базу. Мы в Ульяновске устраивали митинги. Поэтому нам, коммунистам, у нас на душе в этом смысле чисто. И мы до сих пор не оправдываясь перед кем. И призываем к этому и вас. Господи, марксисты вы мамкины. Коммунисты кулачковые. Один с кулачком, второй лично грудью встал на пути натовской базы в Ульяновске. Там, кстати, вот с этой базой вообще такая история была милая. Рогозин там рассказывал, что это вовсе не база НАТО будет, а мультимодальный транзит нелетальных грузов. Мол, в транспортировке туалетной бумаги для НАТО нет никакого предательства Родины. Рогозин. А Лавров всех успокаивал. Мол, использование аэропорта в Ульяновске НАТО отвечает интересам России. И никакого натовского персонала там не будет. Более того, я не знаю, как и что там Калашников перекрывал и не допускал, но через Ульяновск даже прошел тестовый натовский груз, после которого американцы тупо взяли, посчитали фактическую стоимость транзита, и от этой идеи отказались. По финансовым причинам. Вот и вся история. До копейки. Смешные нынче коммунисты пошли. Правда? Сверхдержава выродилась в смех державу. Вот когда нас упрекают в том, что сейчас мы неактивны. Ну, простите, пожалуйста, ну как мы неактивны? Дело в том, что мы не Советский Союз. Нельзя нас сравнивать с Советским Союзом. Россия по своим возможностям в два раза меньше, чем Советский Союз. В какой период времени? Вот сейчас Советский Союз в конце своем, в своем насчитывал 275 миллионов человек. У нас сейчас 146. Хочу напомнить, что максимально активное Советского Союза было отнюдь не в конце Советского Союза, а когда его экономическая мощь была сравнена с нынешней нашей. То есть сейчас сравнивать с Советским Союзом, это достаточно сложно. Давай мне, прежде всего. Нет, вообще не Советский Союз. Но очень хочет. Вот прямо очень хочет, чтобы как Советский Союз быть, чтобы вот пломбир и программа «Время» и «Сталин» так прямо хочет, что аж зубы сводит. Грозить миру так, чтобы все боялись. Потенции никакой, но очень хочется. Возраст, ребят, возраст, что тут поделаешь? Дисфункция, деменция и маразм. Сейчас Кедми все расскажет, на все ошибки укажет. Играй, Яшенька, играй. Ну, посмотрите на 90-е, если вам не хватило. И надо уже прекратить Россию жить в мире, которого уже нет. Он закончился. А многие ваши хозяйственники, так называемые, цепляются за тот мир и еще верят, что он вернется. Совершенно право. Ох, как рубану, а! Прям в эфире федерального канала. А все вокруг, зная Яшину харизму, ждут. А к чему это он ведет, а? Про Россию, которая застряла в мире, которого уже нет. Ну, тут реально все правильно. Только Россия застряла не в 90-х, а в 80-х. Когда ядерка есть, а хлеб уже заканчивается. И ракеты вместо стиральных машин. Так что там, Яшенька, дальше? Давай. Вот у вас какой официальный уровень инфляции? Что-то 5%, 4,5%. А может, кто-то сделает опрос и спросите ваших граждан. Вот сегодня их доход хватает им на жизнь так, как он хватал год назад? Или меньше? Они могут удовлетворить свои потребности в этом году? Так же, как год назад, как два года назад. Без всякой тут никакая специальная операция не имеет никакого отношения. А экономика развивается. Посмотрите на эти результаты. И тогда ткните ваших финансистов и ваших статистик в носом в это. Потому что граждане не интересуют их эквалибристика с цифрами. Их интересует, что он может сделать со своей зарплатой в этом месяце. Что он может купить или нет. Ничего себе! Это что, получается, что за полтора года войны россияне стали хуже жить? У всех присутствующих в студии медленно холодеет. Внизу живота и тонкая струйка холодного пота стремится вниз. К копчику под строгим серым френчем Рудольфовича. Ну, Яковс, сказал Алиф, говори и Бет. Про рубль жги давай. Давай, правда, руб. Курс валюты отражает силу и развитие экономики. То есть финансовый сектор, он отражает истинное развитие экономики. Так устроена экономика. И если посмотреть на то, что российская экономика, это объективный факт сегодня, особенно при Мишусте, устойчивая, развивающаяся и здорова, то это факт. А если посмотреть на статистику, то ваша экономика рухнула за последний год на 30%. Так что же происходит? Есть реальная экономика и есть фиктивная финансовая. Фух, отлегло у всех в студии, нормально, вырулил. Вот в чем проблема. Все хорошо в экономике, при Мишустине, все прекрасно и все стабильно. А если вдруг, дорогие россияне, вы за последний год стали жить хуже, то виноваты в этом финансисты. Финансисты, которые вас обманывают, потому что вы живете хорошо и даже еще лучшее. И бывший антисоветчик Яша Кедми призывает сделать так, как было на самом деле при Советском Союзе, когда никто не следил за курсом рубля к доллару. Потому что этот курс печатали в газете «Правда» раз в году методом копирования прошлогоднего сообщения. Можно еще вернуть валютную статью в Уголовный кодекс. Тогда вообще все будет пломбирно. Финансисты сообщают народу только правильные цифры. Курс стабильный. Из года в год растет процент жиров в масле. За долларом никто не следит. Все сидят дома, доносы друг на друга пишут. Не жизнь, а именины сердца. Надо срочно что-то решать, а то с этим долларом одни нервы у всех вокруг.